Сотрудники МЧС усилили патрули водоемов области. В связи с жаркой погодой и тем, что из-за пандемии отпуска многие проводят дома, нагрузка на пляжи, в том числе не оборудованные, существенно выросла. О том, как спасатели следят за безопасностью отдыхающих, расскажет Дмитрий Антипов. На пост спасатели заступают с утра. Задача следить за отдыхающими и судоводителями. Сотрудники МЧС говорят, иногда нарушители пытаются скрыться, однако соревноваться в скорости с катерами спасателей, как правило, бесполезно. На вооружении новосибирских спасателей стоит множество различных скоростных катеров, однако среди них особо выделяется конкретно этот. Это патрульный катер «Косатка-2М». И его особенность в том, что он не боится большой волны, а значит его можно отправлять в дальние плавания. Именно поэтому он работает на Обском водохранилище. Помимо этого, несмотря на кажущуюся его габаритность, скорость, которую он может развить, более 70 км в час. А этого более чем достаточно, чтобы перехватить практически любое гражданское судно. Тем более, что в нашей области этот катер в единственном экземпляре. К слову, это даже не самый быстрый катер на вооружении новосибирских спасателей. Однако погони – дело редкое. Как правило, большинство судов на Обском водохранилище – либо спортивные, либо рыбацкие. Сергей Лобков ходит по местным водам с 70-х. Говорит, правила не нарушает, к спасателям относятся с уважением. С ними даже спокойнее. Нормально, хорошо отношусь. Правильно ребята делают. Сейчас посмотрю, как волна есть. Назад вернусь. Нет волны. Может, попробую порывачить. В этом месяце водные патрули из-за стабильно жаркой погоды усилили. На пляжах Обского водохранилища и других водоемов области людей больше обычного. К слову, с несанкционированных мест купания никто никого не выгоняет. Спасатели просто выставляют передвижные посты, чтобы отдыхающие были под присмотром. В течение всей недели на выходные проводятся усиления данных подразделений. Выводятся все катера, возможные на воду. Также, как вы сегодня наблюдали, уже береговую линию у нас охраняют спасательные посты. Выставлены администрациями районов привлекаются внештатники подразделений центра ГИМС. И добровольцы, желающие оказать помощь. Основная цель, конечно, безопасность людей на водных объектах. Во время патрулирования спасатели связываются по рации с постами на берегу, чтобы знать, где больше всего людей. А значит, и вероятность происшествий выше. Однако, если поступает сигнал с места, где экипажа нет, скоростный катер доберется туда в считанные минуты. Дмитрий Антипов, Евгений Агеев. Новости ОТС. Новости ОТС.